Девушки отдыхают 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добро пожаловать в Казань! В первом матче финальной серии мужского финала мужской Суперлиги, в котором встречаются две команды. За последние 19 сезонов хотя бы одна из них непременно была на пьедестале. В этом году юбилейный год отечественного волейбола и юбилейный 20 сезон, когда либо московская «Динамо», либо казанский «Зенит» будут также на пьедестале. Ну а точнее обе команды вместе и сразу разыграют полноценную долгожданную финальную серию. Напомню, что два последних хода «Белоголубые» выигрывали в финалы шести. Один домашний, а другой здесь, в Казани. Но тогда с казанцами в финале им сыграть не удалось. И об этом в Республике Тарстан помнили. Помнила команда Алексея Вербова об этом. Ну и вот как оно сложится в полноценной пятиматчевой, может быть, серии. Я думаю, болельщики будут только-только рады. Ну и давайте, конечно же, представим стартовые составы команд, которые уже вышли на площадку. Начнем, как это полагается, с гостей. Номер первый Ярослав Подлесных в доигровке. И также вместе с ним вторым доигровщиком выступает Антон Семышев под 18-м номером. Спасовать, конечно же, будет Павел Панков под третьим в диагонали неудержимый. Цветан Соколов, который проводит просто невероятный плей-офф. Ну и пару центральных сегодня составляют Илья Власов под вторым номером. И под 13-м номером Максим Белогорцев. Главный тренер московского «Динамо» Константин Владиславович Брянский. Казанский «Зенит» и его стартовый состав. Здесь, конечно, любопытно по доигровщикам и по центральным. Так вот, пару центральных составляют Артем Вольвич номер 4-й, Алексей Кононов номер 13-й. В доигровке с первых розыгрышей начнут Дмитрий Волков номер 15-й и Сэм Деру номер 6-й. В связующий, конечно же, Майка Кристинсен под 11-м и Максим Михайлов номер 18-й. Либера Казанской команды Илья Федоров номер 16-й и Валентин Голубев номер 17-й. Главный тренер команды Алексей Игоревич Вербов. Ну и не представил я Либера, конечно же, московского «Динамо», а ведь там играет Лаури Керменен. Опытнейший, очень классный игрок на этой позиции по 23-м номеру. Ну и представим, конечно же, арбитров сегодняшнего матча. На площадке у нас Евгений Макшанов в Санкт-Петербурге и Александр Рябцев-Кострома. Запасные судьи Виктор Шалагин, судья на линиях Антон Логинов, Александр Рыльков, инспектор матча Михаил Подлозный и главный судья Андрей Синович. Ростов на дону, с мощной атакой Макса Михайлова мы начинаем этот финал. Сегодня по-настоящему жарко, жарко в центре волейбола, жарко в Казани, погода днем 27 градусов доходила. Здесь не так жарко, наверное, как в Бразилии, когда казанцы играли в финале клубного чемпионата мира против монструозного Сада Крузейра, но сегодня просто вот по-настоящему температура в центре волейбола выше среднего, скажем так, ну и посмотрим, кто к этим условиям привыкнет лучше. Хорошая доводка от Керменена, ну и Соколов здесь смягчает его атаку, и шанс есть на доигровку Деру. И посмотрите, Соколов, но здесь ошибочка от Цветана, и 2-0 казанцы повели. Конечно, хочется все и сразу рассказать информацию, да, которая есть, которая была при подготовке, но, честно говоря, просто хочется насладиться качественным, ярким волейболом. И, как все болельщики отмечают, проведение полноценного плей-оффа – это огромный праздник. Шикарные просто полуфинальные серии по интриге. Классные четвертьфинальные мы серии увидели в нынешнем сезоне. Это Центр, это Соколов, и он в огне. Ну и, конечно, я думаю, все мы прекрасно помним, да, что по-разному, так скажем, сложился путь команд к финалу. А белоголубые со счетом 3-0 прошли Санкт-Петербургский «Зенит». Не без труда в третьем матче, да, очень интересная была концовочка на больше-меньше. Ну а казанцы и вовсе проиграли один матч новосибирскому «Локомотиву», тем не менее завершив серию в четвертой игре в гостях. Здесь Норма Семышев в защите, Ольвич, Михайлов. Ну и пока Кристинсон в целом контролирует ход и реализует в жизни то, что договаривались с Алексеем Игоревичем. Хотя, опять же, по серии в Новосибирске порой эмоции у опытнейшего Майки зашкаливали в определенных эпизодах. Многие вспоминали его чемпионские титулы, точнее о том, что не так уж их и много. И это тоже отдельная тема для разговора, а здесь срывает атаку Антон Семышев после передачи Павла Панкова. И 4-1 в пользу казанцев, пока начало, конечно, мы видим за подопечными Алексея Верву. Ну и, конечно, сегодня шикарные трибуны в центре волейбола, этого нельзя не отметить. Даже, знаете, такое немножко воспоминание прошлогоднего финала шести, когда просто фантастическая атмосфера здесь была. И большая делегация болельщиков из Москвы была, из Новосибирска, из Санкт-Петербурга. Особенности. Семышев вторая попытка и казанцы в защите, посмотрите. Но немножко Михайлов здесь не сумел достать этот мяч. Ну и вот решил, что называется, со второй попытки все-таки заиграть 18-го номера Павел Павков. МВП последнего финала шести. Традиционно в прошлом году, конечно, здесь финальный матч как раз финала шести. Для белоголубых получился тоже такой голливудский по нокау. Но пока Соколов очень мощный. Я думаю, порядка там 110 километров в час Соколов заряжает. А это московский блок. И Илья Власов сотрясает воздух своим кулаком. До минимума сокращается отрыв. 3-4 в бой с казанского «Зенита». Ну и на подачах Цветана Соколова. В приеме вчетвером сейчас находятся волейболисты «Зенита». Четвертым Михайлов с краюшку в первой зоне пристроился. Еще раз Соколов, Федоров, доводка на третий метр. Михайлов с задней линии укладывает точнехонько по линии. Оставляли ему подлесных и Власов как раз вот именно не самую простую, да, не самую простую вариацию атаки. Как всегда у диагонали, конечно, атаковать легче. И здесь в защите должен был подбивать этот мяч Керменен, который говорит, да-да, ребят, мол, это я сейчас. Но там точнехонько в линию Михайлов уложил. Дерро. То есть доводка какая получается. И здорово смахивает мяч Илья Власов. И по-прежнему минимальный отрыв. Ну, вообще, конечно, действительно хочется насладиться полностью этой серией. Думаю, что если скажем, что действительно две сильнейшие команды нынешнего сезона, две, наверное, самые стабильные как минимум команды, с этим мы точно не можем поспорить. Долгое время, правда, ничем другие не были на первой строчке. Напомним, да, Санкт-Петербургский «Зенит». Но вот если, опять же, про стабильность, петербуржцам этого не хватило. Ну и, кстати, не будем забывать, мало ли вдруг есть техническая возможность у вас, то через час начнется параллельно матч за третье место в Санкт-Петербурге, где «Зенит» будет принимать новосибирский локомотив. У нас 6-4 на подачах Артема Вольвича. Здесь здорово в защите Конана. Ну и Дмитрий Волков отыгрывается от рук блокирующих. Причем без динамики получилась эта атака. Очень тяжело было в данной ситуации найти вариант, да, чтобы, наверное, добить мяч до пола. Но Волков большой мастер отыграться именно от рук, где-то перехитрить соперника. Артем Вольвич, его планирующая подача. Панков на Сема Шева. И попадает по вот заднюю линию Антон. Ну вот видим, да, насколько и ему, естественно, комфортнее атаковать с удобной передачей из четвертой зоны, нежели забивать вот этот пайп из шестой. Илья Власов. Еще один центральный московского «Динамо». Пока вот даже такое начало резвое, эмоциональное, яркое. Много эмоций и от трибун, и от самих волейболистов. Власов. Вторая ошибка на подаче в сетку от белоголубых. Ну и, конечно, про подачу говорили все. Эксперты, болельщики, тренеры, сами игроки. Подача станет одним из ключевых элементов в этом. В противостоянии обе команды способны просто уносить любого соперника с площадки за счет своей сильной подачи. Здесь Кристенсен. Но вот у казанцев пока в защите чуть больше вариантов на доигровку. Плохая передача. Москвичи показывают, что там было касание площадки. Но надо просто доиграть им этот эпизод. Семышев на тройном. И мяч попадает в лицо Майке Кристенсену. Но, может быть, там и было касание, если не успел тот самый панкейк-пирожочек сделать Сэмюльдеру. И 6-8. Павел Панков как раз-таки один из сильнейших подающих. Конечно, выдающиеся просто данные у Павла при подаче, при игре на блоке. Все это он способен делать на высоченном уровне. Посмотрите, как здорово оно здесь. Большие аплодисменты для Ильи Федорова, который сумел довести этот снаряд. По-другому сложно назвать пушечную подачу Панкова. Но и Кристенсен здорово заиграл Конану. 9-6. Так вот, белые-голубые – это лучшая команда регулярного чемпионата. По такому элементу, как подача. Причем мы здесь говорим не только про эйсы, но и в целом. Про затруднения, фри-болы, переходящие те самые мячи. Здесь еще одна защита от «Зенита». И первый темп на этот раз первые очки в матче набирает Максим Белогорд. Ну, а то, что у «Зенита» могут быть проблемы с приемом, в принципе, показал и продемонстрировал новосибирский «Локомотив». Как раз в своих, в более привычной атмосфере. Хотя «Локомотив-арена» построено по плану такому же, как в Казани. И здесь прием, и вот он, первый эйс. Это Антон Семышев. Здорово. Исполняет 18-й номер. Ну и вот «Локомотив» как раз заставил призадуматься «Зенитовцев» о том, что о бытие приема. Наверное, так можно сказать. И вновь Семышев. Здесь дыру высоко на третий метр. Просто бы куда довести. Волков его в защите уже поднимает мяч все тот же Семышев. Ну, а Соколов пришел рискнуть. Не попал он по рукам блокирующего, блокирующего «Казанского» «Зенита». Алексей Кононов. Заставил поработать здесь Кервинин. И, по-моему, подлесных в площадку-то точно он не попадает. И здесь Артем Вольвич показывает арбитру, что, да, мол, я коснулся. Хотя сначала показали о том, что мяч улетел за площадку. Ну, и здесь признался центральной казанской команды 9-10 на подачах Максима Белогорца. Еще одна, посмотрите, какая сильная подача Михайлов на дыру. Очень тяжелый мяч. Там практически за антенной пришлось атаковать бельгийцу. Ну, и вот, посмотрите, заработала подача белоголубых. И сразу же преимущество в 4 очка. Казанцы растеряли. Еще одну сможет такую белогорцев уедать? По траектории немножко не угодил. Вот заднюю линию. И 11-10 становится счет. Ну, и, конечно, можно всегда поздравить наших любителей волейбола. Владимир Романович Олегов, Адгата Ахмедович Сафаров и Ильхан Федорович Рахматуллин. Все легенды казанского волейбола здесь. Ну, и такая тишина, как всегда, в центре волейбола. Это Макс Михайлов на подаче. Ну, а дальше и трибуны включатся. Но подлесных каков! Да водка-то была идеальная. А вот пайп еще раз не прошел у бело-голубых, хотя справился с этой подачей. Ярослав Подлесных. Ну, и давайте посмотрим. Ну, вот не знаю, может быть, пока немножко занижают эту передачу. Павел Панков, хотя, хотя не сказать. Так что уж очень неудобно Семышеву было. А вот здесь Антон Хорош идеально на нос. И здесь Федоров в защите. Но вот здесь, когда хорошо, тогда хорошо. Да водка вот Семышева. Ну, и Соколов просто разрывать готов в таких ситуациях. Конечно, давние принципиальные соперники. Казанский зенит, Московская Динамо. Причем в истории Казанского клуба, да, именно свои первые трофеи. Еще тогда Динамо Татрансгаз выигрывал именно в матчах против... Московского Динамо. Там, кстати, на трибунах промелькнул Юрий Ткульбаев, экс-главный тренер Казанского Рубина. И проходит скидка на этот раз от Максима Михайлова. Ну, и всего команды сыграли 12 титульных матчей в своей богатой истории. 9 побед у казанской команды, а у московского Динамо 3 суперкубка. Последний раз полноценную серию команды играли в сезоне 11-12. И казанцы выиграли тогда со счетом 3-0. Здесь Лосов пытался вот до пола добить. Может быть, похитрее стоило сыграть в данной ситуации. Михайлов и вновь линию отставляют Максима. Но на этот раз Герменен очень здорово сыграл. Передряга на блоке. Дыру успел оттолкнуть Макса Михайлова, который помешал ему атаковать скидкат. Ну, там Волков это прочитал. Кристинсон на Михайлова. Какой волейбол команда демонстрирует. Не попадает Максим Михайлов на этот раз. 12-13 по-прежнему плюс один для казанского «Зенита». Ну и, кстати, вот в той серии сезона 11-12 я, честно говоря, помню, что довелось побывать на том матче еще на старой доброй арене на Уинце. Лавочкин, Фирил, тогда просто Николай Павлов в составе московского «Динамо». Ну а из того состава у «Зенита» по-прежнему играют Максим Михайлов и Александр Волков. Это Ярослав Подлесных. Волков справляется, но на четвертый метр. И вот сразу трудности возникают. Второй чехол от «Белоголубых» при атаке из четвертой зоны. До этого закрыли дыру. Сейчас и другого доигровщика центральной блокирующей московской команды. Ну и, кстати, в том составе сезона 12-го года в составе «Белоголубых» выступал нынешний капитан Павел Панков. А еще за них играл Дмитрий Щербинин, который, напомним, является блокирующим «Казанского» «Зенита». Это Ярослав Подлесных. Хорошая доводка от «Де Ру». Возможность забивать с любым вариантом, но не справляются «Казанцы». Там Керминин каков. И, по-моему, мяч отлетает вертикально вниз от сетки. «Белоголубые» выходят вперед. Впервые в сегодняшней встрече 14-13 становится счет. И продолжается подавать будет Ярослав Подлесных. Еще раз мощный, еще раз Федоров. Михайлов цепляют атаку и его. А вот сейчас, по-моему, без акцентированной атаки. Но Макс решил рискнуть. Подлесных скидка. Вольвич будет басовать здорово здесь на Волкова. Но Соколов. Хороши команды в защите. Но без атаки «Белоголубые» остаются. Первый темп Волков. И цепляет уже этот мяч Антон Семышев. Еще блок. Ох, какой розыгрыш. Какая игрушка у нас с вами, Власов. Снимает в фирменном стиле с третьего этажа Илья. И плюс два для московского «Динамо». Вау. Очень хорошая игра на старте. Действительно богата, знаете, с такими эмоциями, которые порой далеко не всегда можно увидеть в матчах. Но здесь и напряжение финала. Но, опять же, это только первая игра. И первый тайм-аут, судя по всему, у нас от Алексея Вербола. Прямо сейчас, прямо сейчас нахожусь на трибуне, где две юные, прекрасные валяшины уже готовы прилить нашу «Динамо». Вы вместе с ними кричим. Постараться, да, повыше. Даже если вы сами не будете участвовать, то сработать, а оставим возможность. То же самое, погромче, громко, погромче в контратаке предложить себя, да? Затой, что играем за главную пятную зону. Все эти наши моменты. Все, поехали, поехали. Поехали. Быстрее, 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 быстрее. Надо, надо. Отлично, спасибо, Лена, давайте громко поддержим. Спасибо большое коллегам. Послушали мы, техническая возможность у нас есть. Что там Алексей Вербов говорил. Ну и слышите, да, погромче, подсказывайте погромче, потому что сегодня здесь громко. И это действительно важно. Опять же, далеко не во всех матчах бывает вот такая атмосфера. И приходится что-то, что-то придумывать. Ну и повыше. Мы слышали просто повыше, и это относительно приема. Потому что подлесных выдал серию уже из трех набранных брейковых очков на своей подаче. Продолжает. Ну и тайм-аут здесь сработал, что называется, от Алексея Вербова. Искренне надеюсь, что вам действительно нравится эта игра, потому что пока начало получается очень-очень хорошим. Команды, конечно, прекрасно друг друга себя знают. В этом сезоне многое встречались, играли. Им на все. Мышев там подбивать надо. Мяч. И перебрасывает его Кристенссон, смягчает Волков на позицию центрального Михайло. Так, вопрос, будет ли, может быть, челлендж у белоголубых. Не было ли там случайно касания сетки, когда спасал этот мяч Кристенссон? Ну, вроде бы нет. Вроде бы нет. 15-15. Это Артем Воль. Видите, чекер. Мне он пришлось так низко присесть. И вновь первый темп Ласова. Но здесь не удалось сильно пробить. Смягчают уже атаку Дмитрия Волкова и Сокола. Как же хорош Цветан в этом плей-оффе. Мы об этом говорили, но об этом просто нельзя умалчивать. Действительно, нельзя умалчивать. Соколов показал просто феноменальные цифры в матчах против полуфинальной серии, против Зенита. Просто на секундочку, да, чтобы вы понимали. 28 очков в первой игре. 3-2 она завершилась. 22 очка во второй и 29 очков в трехзетовом поединке. Да, там были супердолгие партии. 36-34. Но 29 очков за три сета, какими бы они были. Вау. И все это при высочайшем проценте в атаке. А пока ошибочка на подаче от Ильи Власова. А это Кристиан Санна решил немножко перемудрить. Хотя Майка способен, да, подавать и планирующую подачу, и где-то укоротить. И силовая у него вполне себе очень-очень неплохая. Но вот в данной ситуации не прошла она. Это Панков! Он просто проминает верхний трос. Здесь с острого угла пришлось пытаться что-то придумать. Волкову, и Казанцев схитрили и перехитрили в данной ситуации Антона Семышева. Который не попал по рукам, потому что рук-то там и не было, собственно. Волков! Идеально! Вновь очень, кстати, неплохой процент. И вот Соколов уже из четвертой зоны забивает. Для него это тоже не проблема. 17-18. И сам Жан-Тон отправляется на подачу. Ну вот надо будет уточнить, конечно, в перерыве мы это сделаем, благодаря статистике. Но чуть побольше ошибок на подачу бело-голубых. Так на вскидку это или четвертая, или пятая у москвичей. Ну и здесь замена у Казанского «Зенита». На подачу выходит Михаил Лапинский вместо Алексея Кононова. Ну, опять же, здесь есть вариации, да, у тренерского штаба Алексея Вербова. Возможность выпустить и Андрея Сурмачевского, который теоретически может подать, и Михаил Лапинский может подать. Но здесь Лапинский, несмотря на нервы, не обращает внимания. Хорошая, сильная и не проходит первый темп. Вот, не знаю, такое ощущение, что немножко, чуть больше брак у бело-голубых на старте этого поединка. То Антона Семышева не получился, да, Пайп, то атака из четвертой зоны. Ну и вот сейчас еще одна. Но при этом, если «Динамо» набирает очки, то делает это, конечно, как молотоотбойник. Ох ты, Герминен! Не в мою смену, говорит Лауре. Он уже был отыгран и просто сидя подбил этот мяч и потянулся за вторым. Великолепный первый сет мы с вами наблюдаем. 2018 в пользу «Зенита» тайм-аут Константина Брянского. Но вот он, главный герой Лауре Герминен. Мистер Хайлайт пока что сегодняшнего вечера. Ну и надеюсь, что также мы сможем услышать и, конечно, Константина Владиславовича во время этого перерыва. Ну и надеюсь, что, может быть, вы что-то услышали. Но был прав Алексей Вербов во время своего тайм-аут, когда говорил громко. Очень громко в центре волейбола. И вот сейчас... Честно говоря, я ни слова не услышал от Константина Владиславовича. Ну а Михаил Лапинский каков. Это его третья подача сейчас будет. Два брейковых мяча казанцы заработали. И еще разок очень близко поставил ногу. И, мне кажется, может быть, в этом крылась проблема. Перестраховался немножко. А Михаил и отправил мяч. Так, далековато. Под заднюю линию. Максим Белогорцев тоже может отличную подачу выдать. Ох ты, как близко. Но, по-моему, все-таки небольшой аут был. Хотя, опять же, Константин Брянский показывает. А давайте-ка проверим. Давайте-ка посмотрим, почему, собственно, и нет. Было близко. Было действительно близко. Вот как оперативно мы даже об этом узнали немножко раньше, чем наши многоуважаемые зрители. Здесь как раз была тишина, и все было прекрасно слышно. Запрос не удовлетворен. Один запрос у Белого-Голубых остается. Зенит же пока не израсходовал ни одного челленджа. И вновь Максим Михайлов. А это значит, что вновь немножко... Сейчас трибуны чуть-чуть потише будут. Хотя нет, пучалки в деле. Все, мыше. Здорово. Сокола. Ох, хотел Цецу исполнить 2 по 2. Но слишком круто взял в данной ситуации. И вновь Максим Михайлов. Но смотрите, в концовке именно за счет подачи удалось сделать пока что отрыв, который позволяет казанцам вести плюс 3. Михайлов. Керменин практически идеально. Соколов на двойном. А попадает ли? Создалось ощущение, что все-таки немножко, но нет. И сразу же второй тайм-аут от Константина Брянского. Но вот два очень сложных удара пытался исполнить Соколов. И в итоге Цветан ошибся. Хорошо. Продолжение следует. 23.19. И не торопятся, так знаете, зенитовцы. Динамо уже на площадке ждет очередной подачи от Макса Михайлова. И еще одна классная на этот раз Семышев Подлесных двумя руками. Мяч на стороне московского Динамо. Панков. И сейчас тяжелая атака у Подлесных. Очень тяжелая. Там и тройной блок успел выстроиться. 24.19. 5 сетболов у хозяев площадки. Ну и давайте еще раз посмотрим. Ну вот здесь, наверное, чуть сильнее Илья Власов этот мяч сделал первое касание. Ну и вот две расстановки. На подачах Лобинского и на подачах Михайлова. И еще раз Макс ставит точку. Подачи на вылет. 25.19. Плюс 6 первой партии за хозяевами площадки. Шапки. Плюс 6 первой партии. Плюс 6 первой партии за хозяевами площадки. Плюс 7 первой партии. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...